Приветствую вас, Церковь Господня! Я поздравляю вас с праздником Троицы, или с днём Пятидесятницы, или с днём Сушествия Духа Святого. Очень насыщенный праздник. И место из Священного Писания, которое я буду читать сегодня, записано в послании к Ефесиным, 4 глава, 7 и 8 стих. Ефесиным, 4, 7, 8. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, «Вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Я думаю, что мы все не раз слышали, особенно за последние несколько дней, значение этого праздника Троицы. Ну, если кто-то, может, забыл немного, я напомню, что в этот день Дух Святой сошёл, на учеников Иисуса Христа. И это произошло после того, как Иисус уже вознёсся на небо, и Он послал Духа Своего, как Он обещал это ученикам ранее. Также этот праздник именуется Днём рождения Церкви. Но сегодня я хотел обратить наше внимание не на само чудо сошествия Духа Святого, а на тот эффект, который это произвело. Вот это действие Троицы в душах и в сердцах людей. Мы знаем, что среди людей в день рождения принято дарить подарки. И я думаю, что редко кто решится пойти к какому-то своему другу с пустыми руками, если он любит этого друга и уважает. И как мы читали в самом начале, наш Господь тоже сделал подарки в Церкви в день рождения. И точнее, это был не один подарок, а это было много подарков или даров. И каждому христианину Господь через Духа Святого дал определённый дар. И это определяет сам Дух Святой, кому какой дар дать. Я хочу, чтобы мы прочитали ещё одно место, которое записано в первом послании к Коринфианам, 12 глава, с 4 по 7 стих. Коринфианам 12, 4-7. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий всё во всех, но каждому даётся проявление Духа на пользу». Обратите внимание на последний стих, который мы прочитали. Каждому даётся проявление Духа на пользу. Ничего Господом не даётся просто так, бесполезно. Говорят, что во времена СССР самым популярным подарком или одним из популярных подарков была книга. Люди, когда ходили друг к другу на день рождения, часто дарили книги. Я немного застал это время, и, по-моему, у меня тоже несколько таких подарков было. Но хорошо, если эта книга приятная, чтобы читать, понятная, интересная. Но что же делать, если книга не совсем удачная? Или, может, тот человек, которому её подарили, он просто не любит читать? Тогда, в лучшем случае, эта книга будет пылиться на полке. А в худшем, может быть, будет служить какой-то подпоркой для дивана или шкафа. В случае же с дарами Духа Святого всё происходит совершенно по-другому. Я верю, что Господь для каждого из нас, когда подбирает дар, Он учитывает многие факторы. Он учитывает наш характер, наше даже физическое состояние, наши способности, и Господь наделяет человека и даёт ему тот подарок, который ему действительно подходит. И, конечно, когда уже подарок попал в наши руки, в нашей власти делать, что мы посчитаем правильным с этим подарком. Может быть, кто-то, получив этот подарок, можно так сделать образную такую упаковку или коробочку такую, которую мы получаем, дар от Бога. Он смотрит на эту коробочку, ему нравится она, но он не решается её открыть. Она настолько красивая, что он боится её потрогать и заглянуть, что там внутри. Может быть, что-то, чтобы он Бог использовал для служения, и он сохраняет эту упаковку, не распечатывая её. А может быть, кто-то, открыв коробку, посмотрел, что у него за дар и начинает его прятать. Прятать от друзей неверующих, прятать от коллег по работе и даже прятать его от церкви, не используя его, стесняясь своего дара и своего призвания Господа. Есть также категория людей, которые, получив дар от Бога, используют их в эгоистичных целях, только для себя. Где-то в какой-то комнате используют этот дар. Поют, может, сами себе, или стихи рассказывают сами себе, но они не потребляют этот дар для Господа. Это эгоистично. И они не приносят такие люди пользу ни церкви, ни людям мирским. Человек, который искренне принимает дар от Бога, он также искренне и благодарит Бога за это. И он не будет легкомысленно или как-то эгоистично относиться к этому подарку. Посмотрите на тот эффект, который произвел Дух Святой в день Пятидесятницы. Когда Дух Святой сошел на апостолов и дал им дары, вот это был один особый дар, дар иного языка, на мой взгляд, это один из самых плодовитых даров, потому что после использования этого дара такое пробуждение было в церквях во время первых апостолов. Так вот эти апостолы, они не спрятали его, этот дар в какой-то комнате, но они вышли с этим даром к людям. И мы знаем, какое сильное пробуждение было среди людей неверующих, какое-то было сильное знамение для них. И этот дар послужил огромным благословением для церкви в то время. Что же мы делаем, братья и сестры, с Божьими подарками в нашей жизни? К сожалению, в современной церкви мы не сможем найти, может быть, такие яркие проявления даров, как это было в первоапостольской церкви. Мы не так часто слышим исцеление сухорукова, допустим, или человека расслабленного, хотя и это бывает. Также мы не так часто бываем свидетелями воскресения мертвых. В апостолов это было. И даже когда у нас есть какие-то конференции или евангелизации, если человек приходит, иностранец, мы просим переводчика, чтобы он переводил этого человека, потому что мы не понимаем, что он говорит. Но все же есть свидетельство о том, что эти дары все же существуют. И люди используют именно их для славы Божьей. И тогда, когда Господу нужно. Эти дары проявляются в отдельных случаях, но Господь продолжает давать людям дары, которые принимает Иисуса Христа. Люди получают эти дары, и это Господь определяет, кому что дать и как это все распределить между людьми. Вопрос еще раз состоит в том, что мы делаем с этим даром. Может, этот дар остается в красивой упаковке, и мы удовлетворяемся только тем, что он у нас есть, но мы не приносим пользу этим даром другим. Если это так, то никогда не поздно нам начинать использовать наш дар. Неважно, сколько лет он пылился на полке. Мы можем его применять, и Господь этого желает для пользы церкви и неверующих людей. В притче о талантах, когда Господь обратился к рабу, не употребившему данные ему средства, этот господин, этого раба, произносит довольно страшные слова в его адрес. Я хочу, чтобы мы это прочитали место. Это записано в 25 главе Евангелия от Матфея, 26 по 30 стих. Матфея 25, с 26 по 30 стих. Господин же его сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, прийдя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Братья и сестры, от этого раба не требовалось принести что-то большее, чем он бы смог принести. Ему было дано по силам, но он почему-то решил, что ему удобнее будет как-то это спрятать, это будет надежнее для него. Но в итоге он боялся потерять этот подарок и с ним случилось именно то, чего он боялся, он потерял все. Оказывается, именно то, как он обращался с этим вверенным ему богатством и показывало его реальное отношение к господину, и это отношение оказалось лукавым. Хотя господин его ничуть не ущемил перед другими рабами, он дал ему по силам. Я уверен, что каждый возрожденный христианин получил дар от Бога. Только вопрос в том, как мы пользуемся тем, что наделил нас Господь. Дорогой друг, если ты дитя Божье, но еще не распознал того дара, который в тебе, молись Господу, и он откроет тебе, что это за дар. Может быть, ты уже давно его употребляешь. Есть христиане, которые во всю мощь и силу используют свои дары и даже не подозревают об этом. И это заставляет их чувствовать себя какими-то ущемленными, какими-то неполноценными христианами. Они сравнивают себя с другими, они сравнивают себя, может быть, с какими-то великими лидерами и так далее, и видят себя не совсем в должном положении или как бы не достигнувшими такого величия или такого успеха в служении. И таким образом они, сравнивая себя, чувствуют себя неприятно. Но Господь как раз обращал внимание людей на совсем незначительные вещи. И эти вещи, которые незначительны для людей, оказывались для Господа очень значимы. Может быть, проблема этого неверного раба и как раз была в том, что он посмотрел на тот дар, который ему дали, на те средства, которые дали ему. И он так подумал, разве это дар? Мне доверили совсем мало. Это легче потерять, чем на этом заработать. Лучше я это спрячу, лучше я это закопаю, и потом верну хозяину. Это будет самое верное. Риска в этом явно меньше. Но в итоге он все же все потерял, потому что неправильно отнесся к этому. Поэтому нам нужно, нам не нужно пренебрегать тем, что дал нам Господь. Пусть этот дар совсем незначительный в наших глазах, он огромен в глазах Божьих. Я как-то слышал одну историю, я ее дословно не помню, но в общих чертах расскажу. История о женщине, христианке, которая работала пекарем. И она старалась добросовестно исполнять свою работу. Она трудилась, она тщательно готовила то тесто, с которого она выпекала выпечку. Она использовала лучшие продукты, которые были в ее доступе. И получалось у нее очень хорошо то дело, которое она делала. И люди хвалили ее, пытались даже как-то попасть именно на ее продукцию, потому что ее коллеги, может, скажем так, домой уносили хорошие продукты, использовали какой-то второй сорт для выпечки. И таким образом люди старались попасть на ее продукцию, купить именно ее, то, что она приготовила. И это так продолжалось некоторое время. Но вот однажды она подошла к пастырю и сказала, дорогой брат, я почему-то чувствую себя бесполезной в церкви. Я смотрю, что я в хору пробовал петь, у меня не получается. Я пыталась рассказывать стихи, тоже не очень получается. Я не умею красиво молиться в церкви. Но в итоге все, что я не пыталась сделать, у меня не очень получается. я даже свидетельствовать не могу. У меня стеснение такое. И тогда брат сказал ей в ответ, знаешь, сестра, я слышал, что ты очень прекрасно печешь. И многие неверующие об этом говорили мне. Я хочу, чтобы ты продолжала делать это дело. И в этом, может быть, и есть твой дар. И я знаю, что это твой дар. Продолжай это делать, как для Иисуса Христа. И Господь тебя благословит. и отпустил эту сестру с миром. И она ушла радостно и продолжала это делать еще лучше, чем до этого делала. Конечно, не каждый может выпекать вкусные там булочки, но Господь дал каждому достаточно для того, чтобы служить ему. И в конце я хочу сказать, что есть еще одна категория людей. Это категория, которая ищет в себе дар, но никак не может его найти. И как бы она ни искала, эти люди как бы ни старались найти этот дар, они его не найдут, потому что они его просто не имеют. А почему они не имеют этот дар? Потому что они не знают того, кто эти дары раздает. Эти люди не покаялись, не признали Господом Иисуса Христа и не отдали свое сердце лично Ему. Дорогой друг, сегодня еще есть время отдать свое сердце Господу. Господь может использовать тебя, Он даст тебе дары, но самый главный дар, который Он тебе даст, это спасение и прощение грехов и общение с Ним. Это самое большее, что мы можем получить от Господа. Пусть Господь поможет нам всем принимать дары, не отвергать их, не отвергать Его самого и использовать Божьи дары для только Его славы. Только Ему да будет слава во веки и веков. Аминь. Помолимся. Продолжение следует...